всем привет акула ты знаешь что отличает крысу от акула крыса никогда не поставить лайк и не будет подписано на канал только самые крутые акулы подписано на канал и ставят лайки постоянно так что выбирать себе кем тебе быть а мы приступаем к видео я щас телефон чата включу сколько людей набрал толки 400000 но это неплохо 400000 ждут начал нормально 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 хайпим 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 сейчас на весь экран сделаю ладно ладно все субтитры субтитры они русские будут или чё блять какое нахуй русские русские блять а где русский а вот русский заявить своим брал толк страны купидон беспечная звезда короче скидные песка времени скидные рогнарёк новый режим ранговый бой с новым призом star новый одиночный режим новый гиперзаряды и прочее хуи то брал толк там какашка кстати было нормально слышно субтитров нету пойми что говорят блять долбоеба они еще не говорят они лагают у них лагает чуть громче кирки добро пожаловать на брал толк брал толк как думаешь что понравится абсолютно всем правильно мой хуй комары анжелина первый новый боец в этом обновлении соединяется к 3 удовав уже тоннель любви на болоте парк строп и обожает сплетниться бойцах пиздеть чем дольше от стрелок прицеливается тем больше хуй у него за чекой становится она может сосать как комар привязывать часть болота и область наносит урон всем рогам внутри она также усилит атаку анжелы его становится ядовитым наносит урон в течение время анжелы эпический боец у него есть очаровательный очаровательный скин за 29 кристаллов похуй вообще всем брал толк теперь мы говорим о бойце издающим более приятные звуки мелоди мифический боец старая из ну милк короче популярная певица караоке в старт парке у которой часть часть меняется на стреле иногда она просто милый цветочек понятно дофаминного короче шлюха мелоди убивает с дальней атаки наносит средний урон но ее истинная сила проявляется так каждый после раз попадания по цели вокруг мелодия начинается хуйня ноты постоянно кружатся в одной стороне при высоком становении до тех трех подноре это заряжается супер получается атака если не получается перезарядить а супер зовите хуй возвращается нота затем атаковать врага можно снова мы еще вернемся к этой хуйне шесть новых гиперзарядов а ну-ка гиперзаряд картель замилляйте кто находится с ним царстве теней бас может дальше использовать супер пока активен гиперзаряд тут охуеть или прима увеличится зона блять не зря или прима не аппал она просто к себе не отталкивает притягивает бельс гиперзаряд следующий за цельми хуй непонятно гиперзара уносит урон если подойти слишком ближко зазвачка пипы разделяется на 2 если попадает в цель ну и хуйня убили конечно так окей супер и гиперзаряды будут заряжаться быстрее здесь все по-прежнему пройди квест понял и получи короче один халявный вот событие пройдет сразу после выхода обновление понятно но продлится скорее всего несколько дней так что поспешите а брал то следующий сезон пески времени пройдет в марте в нем будут так по скинам так на шелли скин ну такое блять такое все хотя у это на кого а это скины на шель ну хотя блять о на динамайка за мне не нравится просто этот стиль хз понятно новый типа о подожди ебать на эдгара прикольный на эдгара прикольный но все равно за три сгем лучше это кто вольда блять ебать скорпион блять чак это чак нихуя себе на чак имба блять это как этот к скорпион в доте как санкинг line friends получает очередной пакет скинов короче бля ну прикольно по это такие короче которых с башкой проблемы прикольные скины кстати вот прикольный нагаться прикольно как долбоё прям еще больше поясине божественных скинов поехали это скины рагнарёк с персонажем вот это прикольно прикольно в апреле короче бас на базу блин вообще на базы пиздец просто блять ебать на база охуительная тема прямо он даже не баса свинобас какой-то честер подходит на героя это кто блять корделюс нихуя себе на корделюс тоже влейбать реально викинг это кто джейси на джейси ну такой вот подожди сам вот теперь снова и прикольненький прикольненько выглядит биби да на биби тоже забавно да да прикольно прикольно меха скины в обновлении будут новинки ебать на кого леон меха ебанёшься просто не на самом деле не так уж и круто выглядит ну прикольно но вот кто кольда блять на кольта на кольта ну прикольно забавно на кольта забавно я бы на кольта несколько вариантов фэнк соединим дополнить светом выкинуть ну такое блять какашка спайк вот это я блять я на какашки буду играть последний эль прима окуленок поэтому лентах же появится новый двеночный режим побег с трофеями здесь к словам не процеду 10 игроков соревнуются чтобы получить трофей в этом режиме необходимо время матча либо уничтожить игроков и ботов либо оставаясь живых до конца когда выбирают на карте активируются порталы через которые можно сбежать с поля с трофеями которые у вас уже есть прикольно но порталы не сработают сразу они активируются при входе в них нужно немного подождать пока вас телепортирует безопасное место при поражении вы теряете все трофеи даже если собрали очень много так что постарайтесь не умереть бля ебать прикольно на очке режим собрать все трофеи которые у него были у ядових облаков нет потому что некоторые порталы могут быть на краю карты если никто не сбежит через портал до того как выйдет время то проиграют все нихуя так что постарайтесь дойти до портала побег с трофеями станет доступен после сезона пески времени силовой лиги больше нет зато есть ранговый бой ранговый бой это новый режим заменивший силовую лигу который обещает быть более интересным справедливым и выгодным во первых вы можете выбирать только бойцов девятого уровня силы выше что должен носить риск натолкнувшись на плохого союзника в лигах от бронзовой до золотой матча будут идти до одной победы как в копилке там обычным игрокам будет проще начать играть в этом режиме в лигах от алмазной до лиги мастеров будет привычный формат игра до трех побед в этапе запрет можете подняться до алмазной лиги только если у вас есть хотя бы двенадцать бойцов девятого уровня силы или выше кстати о рангах любусь какие некрасивые ну да прикольно мы убрали одиночный командный режим и теперь вы можете играть в одиночку вдвоем или втроем прикольно играть в одну против команды играть противники будут подобран так чтобы все было прозрачней вы теперь вы сможете видеть сколько очков вы получили или потеряли во время матча еще немного противоречивы момент ваш ранг будет сбрасываться с началом каждого сезона но зато с началом целом будете получать усиление которое поможет быстрее вернуться на прежние позиции вы получите это усилие с игроки в рангах матча к предыдущем сезоне если вы играли кстати ранговый теперь длятся один месяц. А до этого, блять, сколько здесь. В новых ранговых матчах сильно изменится геймплей. Мы также добавляем модификаторы. Знаю, первая реакция, это же несоревновательный режим. Именно, поэтому в ранговых матчах будут только те модификаторы, которые одинаково влияют на обе команды. Так что вам придется адаптировать стратегию, и карте модификатор выбраны случайным образом. Среди модификаторов будет следующее. Быстро огонь, если атака бьет в цель, вы перезаряжаете оружие. Отложенная детонация. Объект на карте постепенно разрушает старший товарищ. Запас здоровья всех бойцов в команде такой же, как у бойца с самым большим запасом здоровья. Ключ снаряды. Весь урон наносит еще и постепенный урон, как иммунитет. Все бойцы, не воспринимающие к эффектам контроля. Так же, как замедление оглушения. Так что вам придется адаптировать стратегию прикольной карты к модификатору, которая выпадет случайным образом. В сезоне будут действовать около трех модификаторов, чтобы вам не приходилось перестраиваться постоянно. Сначала у нас была такая же реакция, как у вас, но мы просим вас довериться нам. Этот игровой режим будет интереснее и должен быстро вам надоесть. Посмотрим, как пройдут два следующих сезона. Мы будем следить за вашей реакцией в соцсетях и анализировать данные из игры. Если вам не зайдет, то мы что-нибудь поменяем, удалим Brawl Stars к хуям. А как насчет наград? Это призы, Star, конечно, хуйня, надо что-то менять. Давай вернем ящике. Сначала послушайте, у нас появится новый вид. О, ебать, наград! Ебать, в ранговом призе Star могут быть. Все элементы оформления блинга предыдущего сезона целого лиги, это единственный элемент оформления ранговых призов Star. Если вы участвовали в прошлых сезонах лиги, уже собрали все оформления, вы получили... Бля, ну и хуйня, ебать, они долбоебы. Уникальные скины прошлых сезонов появятся в новых цветах. Бля, ну не долбоебы совсем. И будут добавлены... Так, также у нас есть скин сезона, который появится только при больших шансах. Выпадение в ранговых призов Star, блядь! Разблокируешь доступ к его... Все скины из ранговых призов Star остаются на... И получить скины можно только за игру в ранговом режиме. Прикольно. Помимо ранговых призов Star, у вас есть легендарные призы Star. Первый из них доступен в Алмазной Лиге. И помните, теперь сезон длятся один месяц, так что награды нужно забирать каждый месяц. Также появится новый вид наград оформления для боевой карты. Так, оно автоматически, когда вы достигнете нового ранга. У каждого ранга есть три варианта. Оно будет улучшаться за повторное достижение того же ранга в другом сезоне. Если вы не хотите показывать свой ранг, отображение можно включить на экране боевой карты и быть лохом. А наконец, улучшена кнопка отправки жалоб, так что вам станет проще сообщать о токсичных игроках. У каждого игрока будет шкала репутации. Если накопится много нарушений, вас на время отстранят от рангового режима, чтобы восстановить репутацию играть и честно видеть себя прикольно. При отправке жалобы есть три варианта на выбор. Гриферство, мошенничество и плохая игра случайно в союзнике. Для каждого варианта произведено подробное объяснение. И количество жалоб ограничения 10 в день, так что игроки не злоупотребляли футокс и каждый раз думали, стоит ли отправить жалобу. Спасибо вам, что делаете игру лучше. Первый ранговый сезон начнется вместе с сезоном Пески Времени. Брал толк. Следите за хэштегом, у вас есть шанс получить скин бесплатно. Добавлены ранговые квесты. Так, ну это похуй. Очки дают особый элемент оформления, фон для боевых карты, очки оформления, изображение профиля. Вообще похуй. Рад, улучшение, миссион физику, анимации бойцов, но это прикольно. Новые золотые серверы скинуты долбоёбами, что покупать. Испытание чемпионата Бралл Старс, окей, найс. Множество изменений баланса. После матча можно нажать кнопку показывать довольны вы или нет. Так и так же можно, блять. Сука. Блять, надо сейчас будет чекать, когда вот эта хуйня, типа, Пески Времени. Все очень много связано с моментом Пески Времени. Пески Времени, когда начнутся, кто уследил за информацией. Блять, а Пески, ну а их прям сейчас добавят Пески Времени? В мае? Блять, в смысле в мае? 4 марта? В марте, наверное. Рагнарёк, это если что, не Пески Времени. Рагнарёк, это то, что будет после Песков Времени. Блять, ну короче. Ладно, давайте по фактам ещё раз, только чуть помедленнее. Тут просто они быстро пиздят. Блять, ну я как вам сказать? Как вам сказать-то так, блять? Во-первых, жалобы, да? Давайте ещё раз по порядку. Во-первых, вот жалобы, да? То, что можно будет жаловаться. А если мне по приколу накидают? Вот я популярный чел. Если мне просто типы по приколу, блять, жалоб накидают? Всё, блять? Меня отстранят? Ну, по идее, да. Потому что, ну, жалобы понижают репутацию. Мне просто челы по приколу накидают, блять, жалоб и всё, и пизда. Просто, просто так по приколу. Я уже это проверить даже хочу. Блять, мне, знаете, мне больше всего обидно то, что, блять, они не добавили новые ранги, блять, они не добавили, сука, новые ранги, блять. У них сброс трофеев до 1500. Ну, то есть в игре персы сбрасываются до 1500. То есть вот у тебя 1500 перс, после сезона он 1499. А ранги, блять, до 1250. И так уже куча лет. Мне многие говорят, а нахуя добавлять новые ранги, если игроки не апнули, блять, многие 35 ранг? Я вам говорю, раньше же было 500 кубков, тоже мало у кого их, типа, ну, единицы могли только апнуть 500 кубков в 2019. Никого не ебало, они добавили 30 и 35 ранги. Они просто увеличили, типа, сколько кубков дают за сезон. Вот. И получилось то, что всем понравилось, всем было охуенно. Типа, они бы могли бы ранги сделать, например, до 2к и увеличить количество трофеев, которые дают закатку. То есть, например, на 900 плюс вы бы получали не плюс 6 кубков, а получали бы плюс 13. Все бы были довольны, потому что топовые игроки бы аппали бы 2000 кубков, а игроки послабели бы, смогли бы, наконец, 35-й за аппать на всех персах. Типа, было бы пиздато. Тем более, уже так много челов, у которых 1500, блядь, уже есть несколько челов в мире, ну, точнее, два, которые апнули абсолютно всех персов на 1500. Вот. И разрабы до сих пор еще не добавили новой ранги. Ну, типа, просто если так подумать, то вот для общих кубков, да, вот для пуша общих кубков никакой приколюхи не добавили, абсолютно никакой в обнове. Поэтому не повысилась, короче, не повысилась мотивация именно... Мотивация не повысилась. Но мы это обсуждали, короче, с одним знакомым. Тоже смотрите, допустим, почему, например, они в этой обнове не добавили ранги, да, мы думали то, что, наверное, они их не добавят. Смотрите, просто разрабы могут сейчас такие на игру посмотреть, по типу... Ой, блядь. Блядь, давайте комментарий напишем, может Фрэнк увидит. Блядь. Лайк на свой комментарий, я, блядь, закрепить не могу, да, свой комментарий. Давайте дизлайк на все, блядь, чужие 28 тысяч поставим, чтобы их комментарии пониже были. Сейчас, подождите, осталось еще 27 тысяч 980... Ладно, короче, ладно, похуй. Короче... Блядь... Да, блядь, я не знаю просто, ну, для меня просто... Ладно, давайте еще раз по фасту рассмотрим. Ну, перс... Ну, похуй, да, на перса там. Я просто не люблю персов разбирать, пока они еще не вышли. Какая разница? Ну, типа, там... Просто смотреть на перса, как он играется, это более важное, когда он уже выйдет, тогда более понятно все. Давайте... Ну, вот по гиперам, да, вот гипера важная информация. Вот что делают гиперы, у кого это важная информация. А, у меня качество, да, паршивое? Давайте... Что значит премиум? Ой, блядь, я понял, это что-то для богатых. Ладно, давайте просто 1080. Давайте по гиперам сначала, это важно. Замедляйте тех, кто находится с ним в царстве теней. Блядь, ну, в принципе, как у Розы сделали такую же хуйню, ну, прям по факту. У Розы же тоже такая же тема. Просто у Розы вокруг, типа, в ульте, у него... Ну, ну, круто, чё? Ну, вас замедляет, и чё? Ну, я не знаю, я бы не сказал то, что это прям мега сильно. Подождите, Бас может и дальше использовать супер, пока активен гиперзаряд. А, блядь, и дальше, сука. То есть, он прыгнет в кого-то с ульты, и чё, у него, блядь, всё равно ульта будет? Это пиздец. Я так понял, подождите, Бас в кого-то ультанёт? Ну, если перевод, если перевод правильно, если перевод правильно перевёл Бас, пиздец, ебанутый, просто ебанутый. Просто челу на гипер накопить, всё, он, блядь, тебе такой заёб будет в ладере, я просто пиздец, блядь. Это так сложно будет Персана Касаря апнуть даже в команде, на тебя просто Бас, блядь, будет прыгать Фэнк и Мортис, блядь. Вот это команды, типа, Фэнк фуловый, Мортис фуловый и Бас, блядь, а ты апаешь, сидишь, Касарь кубков на девятый колет. Они тебя выебут легко, блядь, даже с учётом, что ты на колет. Блядь, ну это пиздец, походу Бас, ребята, новый имбой будет, наконец-то. Просто я знаю, вы же Аликса, все знаете, да, Алекс, он, ну, короче, когда Бас вышел только, Алекс на нём очень много задрил, Алекс был лучшим базом в мире, вот, Алекс прям задрот на базе, вот, я думаю, я, чат, есть люди, у кого Баса любимый перс? Я думаю, что Бас сейчас пиздец играться будет, я думаю, даже в ШД, да. Вы, по сути, просто Гипер накопите и будете прыгать, просто ультой тапать. Ладно, короче, Бас имба жёсткая будет, всё, с этим мы, вот, не зря я Баса не апал, вот я умный пиздец, я не Корделюса не апал, ни База, Эль Прима решил не апать, пока на него Гипер не выйдет, я пиздец какой, гениальный пушер. Ладно, дальше. У Эль Прима увеличится зона поражения, ну, зона поражения, да, это, короче, как радиус у спайка, да, вы поняли, зона поражения, да, тут всё понятно, но это круто, зона поражения, если взять пассивку на поджог, то можно так нихерово поджигать. Вот, я бы, наверное, ну, наверное, с пассивкой на поджог бы играл. Бля, Никита, ты рад, Никита? Никита, ты рад, что на Эль Прима добавят? Никита, ты рад? Никита, красава, 35-й ждём в ШД, Никита, 35-й ждём в новом ШД, Никита, там же новое ШД, Никита, давай в новом режиме, ебать. Ты видел, там новый режим добавят, Никита? Будешь стримить, Никита, популярным станешь, отвечаю. Там новый режим, плюс у тебя скин имбовый, Никит, всё, поехали. И не только, Никит, не только, смотри. И он притаскивает противников к себе, не отталкивает, понял? Ты как тар их засосёшь ещё внутрь. Ты прикинь, Никита, ты их ещё засосёшь. Ну, сосать ты так умеешь, но ты их прям засосёшь и отсосёшь. Вот ты, блядь, вот ты представь, ты в ШД прыгаешь и пять шелли с ультами к себе притягиваешь, прикинь, Никита? И базов с гиперами, Никита, всех просто, всю эту долбёжку к себе притягиваешь. И они в тебя ультуют с пяти сторон. Супер Бель с гиперзарядом следует за её целями. Супер Бель с гиперзарядом следует за её целями. Ну, блядь, тут как будто не очень понятно, да? Ну, либо я тупой, либо мне IQ не хватает. Может, мне кто-то объяснит? Супер... Может, тут показано? Подождите. Блядь, там же не показано нихуя, да? Специально не показали нихуя. Что, блядь? Она просто выстрелила ультой, и всё. Она просто ультой выстрелила в Спраут, и всё. Куда она преследует? Ну, куда? Ну, нихуя же непонятно, согласитесь. Ну, по картинке. Она просто ультанула в Спраут, и всё. Следует за её целями. Автонаводка, что ли? Второй гаджет Пайпер. Ну, бля, согласитесь, то, что это вообще полная дичь. Ну, типа... Бель идёт в ту же сторону... Идёт Спраут. Ну, согласитесь, то, что... Ну, это фигня, реально. Ну, это прям как будто ничего. Вот это как будто ничего, прям. Ну, типа, я и так, например, ультой на Бель попадал постоянно. Я вам серьёзно говорю, я почти всеми ультами на ней попадал. Мне лично это вообще ничего не даёт. Реально. Ну, мне вот эта вот наводка, она ничего не даёт. Единственное, что... Да Бель, она всё равно слабая будет, поверьте. Ей гипер добавили, она всё равно будет, ну, не метовая. Ну, может быть, из-за того, что пока что мало на кого гипера есть, она чуть получше станет, можно будет апнуть. Ладно, апнем Бель на 1500, окей, с гипером. А, подожди, ты ультуешь, и противник за тобой движение повторяет. Подожди, чего? А, блядь, ну, если так. Бля, подождите, ну, если так, если по-другому, как я понял. Смотрите, Бель идёт вверх, и Спраут идёт вверх, прям. Подождите, если это такой контроль. Если я буду идти вниз за Бель, вот я, допустим, попал в противника, у которого гемы есть, да, допустим, я играю гемы, и я тяну чела вниз, а он ничего не может сделать. Просто вопрос, если даже это так работает, то насколько это времени, типа? Метка, она же бесконечная. Короче, надо будет понять, насколько времени. Просто если она будет... Бля, прикиньте, если это пока чела не убьют. Но подождите, даже если это на секунды 3... Вот даже если это на 3 секунды, то за 3 секунды можно очень сильно противника подвести. Вот, например, на роковой шахте за 3 секунды, если захватить чела, который во вражеских кустах, то можно его довести почти прям до своего центра, прям до своих кустов. Его там тиммейты уже закуярят. Ещё такой вопрос, может ли чел стрелять в это время? Подождите, а что делал Спраут? Бля, ну тут непонятно то, что Спраут он не стрелял нихуя. Бля, прикиньте, если вдруг ещё... Не, ну тут просто написано, след за целями. Я думаю, стрелять он может, он просто, наверное, перса своего не контролирует. А прикиньте, есть такие персы... Есть такие персы, которые... Они... Ну, не могут стрелять нормально, когда у них движение не контролируется. Например, Кольт, например, Бо. Типа, они не могут нормально настреливать, пока, ну вот, они не владеют своим персом, потому что там нужно за перса ещё управлять, чтобы попадать нормально. За кольта нужно двигаться, вот, чтобы вносить урон. Да. Да, да, да. А, ну и подождите, по сути, ты же, когда перса захватываешь, ему же натапать просто можно. Можно просто вниз бежать и затапать его. Вот, можно его затапать, по идее. Не, ну, может быть, Бель такая ничё будет. Ну, бас везде будет играться, ребят. Бас будет в каждом режиме. А бас, походу, самый популярный режим... Самый популярный перс будет. Поэтому советую... Мортис как будет? Мортис тот же? В смысле Мортис? В смысле, во чём? А как Мортис будет? В смысле, как Мортис будет? А, Мортис? Никак. Никак Мортис не будет. Ну, кстати, Мортис легко будет убить реально в натуре. Он стрелять не может, и всё. Вы думаете, стрелять перс не может? Мортис с атаками как будет передвигаться во время гипера? Никак, наверное. Не знаю. Не знаю даже. Спасибо большое, Сгрейд. А кто рейд кинул? Сейчас, подождите, я не вижу. Спасибо большое, Алекс. Спасибо. Короче, ребята, рассматриваем сейчас обнову, пока на гипера смотрим. Короче, смотрите, ну, мы как поняли, Бель, как у неё работает гипер. Смотрите, ещё раз. Прикол в том, что когда Бель захватывает под гипером своей ультой челика, то он двигается так. Вот, смотрите, Бель сейчас вверх побежит, и Спраут вверх побежит. Видите? Бель бежит вверх, и Спраут вверх бежит. То есть ты, короче, ну, просто кто с ряда зашёл, просто если вы вдруг, мало ли... Что нет, Виталик, Алекс? Алло, смотри, как Спраут бежать начал. Он бежал вправо, смотри. Спраут вправо бежит. Она захватила, побежала вверх, и он резко вверх побежал. Супер Бель с гипером следует за её целями. Она не отскочила, если что. Она не отскочила в Броке, метка. Ты говоришь, что она, типа, будет отскакивать, но она же в Броке не отскочила. Привет, Гуд. Ладно, похуй, короче. Подожди, что у Спраута он делает? Потом посмотрим. Преграда Спраута наносит урон, если подойти слишком близко. Блядь, ну как будто, блядь, а нахуя на Спрауте подходить слишком близко? Тысяча урона, нихуя себе, блядь. Подожди, нихуя там урон? Он чё, ну, наносится постоянно, что ли? Блядь, он постоянно там наносится урон, смотрите. Там урон проходит и проходит. По нему два раза по косарю прошло. Там каждую секунду проходит тысяча урона. Ну, тысяча урона, ну, хоть что-то, ребят, хоть что-то. Ты в нокауте чела в конце можешь перекрыть. В нокауте? Ну, кстати, да. Жвачка Биби разделяется на двое, если попадает в цель. Ну, не знаю. Ну, хотя, подождите, по идее. Ну, я не знаю, но Биби просто, ну, такой Сиперс. Ее, в принципе, не пикают. Ну, это прикольно, что она на двое разделяется. Разделяется. По идее, если в узком пространстве челов зажать, то им точно пизда. Типа, там жвачка на две разделится. Вот, им точно пизда. Ну, а так особо, ну, не сказать, что Биби прям крутой станет. Ладно, тут все понятно, что вот столкновение, да. Ну, это понятно. Скины, не знаю, есть ли смысл скины рассматривать. Ну, похуй, да, на скины. Вам же похуй. Ну, на базу хочу отдельно. Алекс, ты будешь за базой играть? Блять, ну, на базу как будто... Этот скин, наверное, 300 гемов будет стоить, а вы как думаете? Смотрите, у нее еще выстрелы ледяные. Вот они льдом прям идут. Алекс, походу, твой любимый перс в следующем сезоне это баз, да? Ты понимаешь, о чем я? А, это БП. Ребят, как вам скин на базу? Ну, по-моему, это, наверное, лучший скин в обнове. Блядь, только они на огненный, блядь. Они серьезно, они на огненный анимацию не изменили. Они могли на огненный сделать огненную анимацию. Нахуя, блядь, на огненном скине, который типа из лавы, скин льда. Почему? Ауру мы переводку. Да, ребята, и так все понятно. Ну, реально же все понятно по факту. А, ну хотя, да, они, может, изменят потом. Они, может, потом изменят. Может, пока просто они не запарились. На Честер вообще, похуй, он неиграбельный. Пожди, это Корделиус, да? Ну, на Корделиуса вроде прикольный. На Корделиуса, да, прикольный. Нам выстрелы покажут, блядь, выстрелы вообще не видно на Джейса. Блядь, посмотрите, это как, кто в доту играет. Знаете, короче, есть Аркана у Цемки. Нет, личность есть, личность. И она там такая, типа, ну такая вот, такая вот булочка. Вот, тут она прям зайчика накидывает. Я думаю, девочкам понравится этот скин. Но я же Сигма, конечно. Новый перс. На Биби крутой, реально. На Биби крутой. Она еще кидает жвачку, как будто, как будто за круто у этого Карла. Ну, на Биби реально крутой. Насчет Леона ХЗ. Просто на Леоне настолько скинов крутых. Я не знаю, честно, ну, вот этот скин, он хуёво выглядит. Просто как будто есть скины, которые за гемы просто попизже. Этот скин еще и 300 гемов будет стоить. По-моему, он недостаточно крутой. Смотрите, по-моему, на Леона скин недостаточно крутой, чтобы стоить 300 гемов. Вот вы как думаете? Посмотрите просто на эту залупу. Я, конечно, не удивлюсь, если вы всем чатом его купите. Но как будто он недостаточный пиздат. Ну, да, да. Если у вас, типа, скинов на Леона нету, то вариант охуевший, да. Если у вас вообще скинов нету на Леона, то вариант охуительный. Либо если вы, пиздец, богатые люди, то тоже, да, в принципе, пойдет. Уже завтра сникпик будет. Ребят, обноу сама, скорее всего, во вторник выйдет. Наверное. Я хуй его знает. Ну, наверное, она же обычно во вторник выходит. Подожди, на Кольта. Ну, на Кольта, наверное, я не знаю. Блин, на Кольта просто тоже. Вот мне нравится скин Ангел. Типа Кольт, который недавно вышел. И нравится еще скин, где он такой арбузный, футбольный. Я не знаю, мне с этим скином, наверное, бы непривычно было. Но я бы купил этот скин по приколу на Кольта. Потому что на Кольта прям хайпово как-то, не знаю. Блин, ребят, вот я вам отвечаю. Реально, на Спайка по-любому самый продаваемый скин будет. По-любому. Реально, я бы говорил, что в среду. Ну, наверное, в среду тогда. Ну, на Кольта, да, забавный, забавный. А ну-ка, третий стиль. Во-во-во, вот этот самый прикольный темно-фиолетый у меня нравится. Бля, ну на Сквика так выглядит, конечно, ну, так себе. Не знаю, как будто он надувной пузырь. Или так и есть. Короче, такая, блядь, ткань какая-то, ну, не мутная. Бля, ну на Спайка прям ёбнешься. На Спайка прям... Блядь, реально, это для Никиты бессмертного скин, реально. Ебать, я же еще говорил, что на Спайке одни долбоёбы играют. Блядь, я не буду просто все в костюме дерьма играть. Серьезно, вот. Вот просто это люди, которые опикают Спайка в любой игре в Соло Лиге. И мини-кулер, блядь, с этим скином будет играть. Прям, смотрите, он унитаз кидает. Унитаз это ульта, походу, унитаз кидает. Бля, ну как они додумались такой скин дерьмовый сделать? Ну он пиздатый вот тем. Вот он настолько хуёвый, что прям охуенный. Я не знаю. Даже если он будет 30 гемов стоить, я не знаю. Это, наверное, самый продаваемый скин будет за все время в игре. Самый продаваемый. Вот, плюс чат, кто его купит, ребят. Честно, я бы его даже за 500 гемов купил бы без рофла. Я бы его даже за 500 гемов бы купил, если бы он так дохуя стоил. Но он по-любому дешевый будет. Потому что он говно буквально. Бля, можно всех персов таких сделать? Я хочу, чтобы все персы были в таком стиле. Вот, это самый лучший скин за все время. За миллион покупаю. Блин. Блин. Да, это то, что нам надо, ребята. Я чувствую, этот спайк в каждой катке будет. Чисто в каждой катке будет спайк говна. Бас, короче. С бесконечной ультой. Я не знаю, еще какой-нибудь третий перс. Ну, третий перс пока спорный, который будет постоянно залетать. Посмотрим еще. Эль Прима Окуленок. Ну, я не знаю, он как-то выглядит так по-нищему, типа. Как будто он прям лох пиздец. Прям, ну, блядь, у него еще капли вот это на лбу, как будто он нервничает. Я не знаю. Он прям хуёво выглядит. Ну, да, прям вот, ну, прям максимально, как долбоёб. Вот это прям, такой скин вот сделали, как будто вот просто вот щелы. Вот там на спине случайно не написано, отхуярьте меня. У него вот очень такой не написано там. Ну, я не знаю, ну, реально хуёвый скин, прям. Хуёвый, на него как будто гондон натянули. Ладно, давайте этот режим разберем поподробнее. В обновлении также появится новый одиночный режим, побег с трофеями. Блядь, режим прикольный, знаете почему? Потому что я играл в такие игры, как, ну, в сам Тарков я не играл, я выиграл в игру похожую на Тарков. Но я понимаю, типа, смысл игры Тарков это такая стрелялка, где вот ты лутаешься, а потом тебе съебать надо. И ты, типа, налутался, если ты не съебался, то тебе пизда, у тебя всё заберут. Либо наоборот, ты можешь налутаться, съебаться и, типа, и в плюсе быть. Или заиграться, типа, попробовать много чего там завалить кого, и ещё больше залутать. Вот тут такая же тема. Подождите, а прикиньте, вот прикиньте, насколько бы режим был ебанутый, если бы, например, ты шёл играть, у тебя было, например, 500 кубков, да, в этот режим. И ты, если бы проёбывал, с тебя бы 500 кубков падало. Вот представьте просто, 500 кубков... Ну, это я, конечно, пиздец, конечно, мечтатель. Но, прикиньте, 500 кубков выпадало, и чел сразу 500 кубков себе лутал с тебя, прикиньте. Ну, я, конечно, хуйню пиздец несу. То есть, представьте, я бы с 1500 кубков пошёл, блядь, меня бы какой-нибудь нуб ёбнул бы, у него 1500 сразу была бы на персе. В этом также появится новый одиночный режим. Бля, надо здесь мне, ребята, наверное, чё-то апнуть, да, для контента. Бля, прикиньте, если здесь Мортиса, например, или того же... Ну, короче, хотите я здесь попробую кого-нибудь на 1500 апнуть? Мне кажется, весело очень будет. Надо сразу попытаться. Бля, ну, знаете, что обидно? Просто тут же по-любому винтрейдеры тоже будут. Вот, это же, по сути, такая же залупа, как ШД будет. Здесь, по-любому, тоже челы снайпизов будут, вся хуйня. А, подождите, или это невыгодно здесь? А, тут, кстати, боты есть, да, тут же упоминалось то, что здесь боты есть. Бля, прикиньте, вот чисто лежат такие 5 кубков, да? Ты такой думаешь подойти, чуть-чуть подходишь к ним, и на тебя бас с гипером, блядь, прыгает, блядь, 10 раз подряд с ульты. Короче, уничтожай игроков и ботов. Либо оставай живых до конца. А, прикол в том, что порталы активируются только когда 5 игроков убиты. Ну, короче, смотрите, как здесь катки будут. Здесь будут улетать только 5 винтрейдеров, да? Ну, вы поняли. 5 винтрейдеров улетают, остальные проебали. Ну, плядь, ну, короче, ладно, тут все понятно, я думаю. Я думаю, вы все поняли, вы же умные, правильно. Ну, понятно, все реально, я уже все понял. Ладно, давайте эту хуйню рассмотрим еще раз. Ну, во-первых, по значку, да? Ну, блядь, как будто он, ну, и не такой уж и пиздатый. Они просто говорят, ебать, у нас значок такой пиздатый. 9 бойцов 9 уровня силы и выше. Ну, окей. Я буду сейчас на свой твинг смотреть. Окей, окей. Подожди, что еще раз? В лигах от бронзовой до золотой, ну, типа, это для самых новичков. Матчи будут идти до одной победы без этапа запретов. Там запрещать нельзя будет, только героя, короче, выбрать. Вот, и надо будет одну катку только выиграть. Это в самом начале. Как в мегакопилке. А так обычно игркам будет проще начать играть в этом режиме. Ну, да, по факту. В лиге от Алмазной до Лиги Мастеров будет привычный формат. Ну, понятно, как раньше в Солдиге. Игра до трех побед с этапом запретов. До трех побед? Подождите, до трех побед это значит, что? Нужно именно три катки выиграть? То есть, ну, бот-3 они, наверное, имеют в виду. Да, наверное, не до двух. Наверное, короче, все-таки две надо выиграть. Вы можете подняться до Алмазной Лиги. Все, ребят, то есть до Мастера вы не можете подняться, да? Ну, до Даймонда вы можете подняться. Только если у вас есть хотя бы 12 бетсов. Ну, блядь, 12 бойцов это дохуя, пиздец. У меня сейчас на Твинке только 4 бойца 11 уровня. Ну. Типа 4. Надо 12. Ну, это дохуя для новичков, поняли, да? Типа вот вы видели, как новичкам сейчас сложно качаться? Мега ящиков нету, типа акции редко выходят. Вот, есть люди, мои знакомые, которые задрят каждый день, сейчас у них аккаунты более-менее новые, а они очень медленно качаются. Типа нужно прям нифига себе задрить, чтобы у тебя было 9 персов. Ой, 12 персов где-то уровня. Ну да, за арка не только. Ну, реально, ну, 12 персов, это нужно... Это мне нужно столько на Твинке еще донатить. Это мне нужно на Твинке играть, я скажу, сколько месяцев. Ладно, не дохуя. Месяца 2. Но это при условии, что я доначу на любую хуйню выгодную. Это и приучать, что я доначу на всю хуйню. Бля, ну ладно, легендарный нихуёво так выглядит. Если он так с огненными глазками будет, то нихуёво. Бля, почему легендарный как будто пище, чем последний? Бля, фиолетовый тоже выглядит охуенно. Посмотрите. Блядь. Охуенно же, да? Ебать, он выглядит охуенно фиолетовый. Блядь, легендарный вообще пиздец. А этот вообще походу не светится. Но он будет все равно самым крутым, потому что это мастер, типа. Ну, короче, теперь нельзя будет играть командой, вот, или в соло. Теперь можно играть в одиночку, вдвоем или втроем. А вдвоем это как, типа? Блядь, 2 на 2? Ебать. 2 на 2. Или чё? А, нет, я что-то тупанул. Что значит вдвоем, блядь? Ладно, непонятно. И если играть в одиночку против команды, то... Противники будут подобраны так, чтобы сбалансировать матч. Вот интересно, вот каким хуем они будут подобраны? А, у меня телефон разрядился, бля. Я чат не смогу чекать, потому что я зарядку у друга забыл. Короче, блядь, вот как они будут сбалансированы? Ну как, просто очень много твинков, типа, играет. Очень много твинков, смурфов, поэтому я не знаю. Это не будет работать нормально, то, что сбалансирован матч будет. Это не будет работать, поверьте. Против вас всегда попадется какой-нибудь Артур, блядь, который отыграет, как... Не знаю, как кто. Просто вот в соло вас выебят, вот. И охуенно матч у вас сбалансирован будет. Ну вот это прикольно, что теперь будет написано, сколько очков хотя бы дали. Это просто на последнем ранге, я понимаю, так тоже будет написано. Это как ММР, типа. Я надеюсь, что на последнем ранге тоже будет написано. Типа, у тебя будут последние ранги, у тебя, типа, рейтинг еще будет написан. Прямо сколько очков дали, сколько у тебя всего. И у тебя, типа, ММР как будто будет. тут написано да сбраться он наверное будет сбраться до самого низа усиление типа я так понял чем пиже в ранг достигнете вот тем больше у вас усилением будет видите up to goal 3 вот на x2 ускорение то есть по ходу если у вас будет последний ранг вы будете до последнего ранга быстро ну получать бонусы бля кстати ребят если вдруг кому-то нужен буст будет последнего ранга в этой залупе вы знаете куда писать да да если играли так предыдущем сезоне понял ну модификаторы будут ну блять ну прикольно окей там модификаторы еще будут причем модификаторы будут прикольненькие ну не знаю ну ладно поиграем чё после не ранг по-любому надо будет апнуть надеюсь это будет сложный долго надеюсь что это не будет легко и быстро наверное это будет по-любому сложный долго потому что по идее все будут играть эту хуйню вот и просто топовые игроки будут выбивать тех кто играет на предпоследних рангах ну вот они будут их выбивать просто ну побеждать вот и по идее будет тяжело апнуть последний ранг в начале потому что там на последних рангах будут только самые сильные Поначалу, как в лиге было В лиге было на самом деле С какой-то стороны очень тяжело апнуть В начале мастера Потому что только сильнейшие были на последних рангах Это потом, когда сильнейших заебало Типа они уже хуй забили Вот, тогда уже более слабые Начали апаться Когда много сильных ушло Но в начале, поверьте, там такая ебка была жесткая Ладно, это понятно, короче Ладно, похуй, да Ладно, это мы потом разберемся Тут хуйня, хуйня Жалобы Что еще нам скажешь? Мы посмотрим Бля, ну смотрите Вот он пишет Посмотрим, как пройдет Мы будем следить за вашей реакцией В социальных сетях Блядь, я надеюсь очень То, что игроки будут писать им Чтобы они добавили Новые ранги в Бравл Старс Просто в ладер новой ранги И чтобы они изменили систему типа кубков Вот, просто есть такой шанс Просто я не знаю Ну, я не знаю, блядь Ну, не знаю Ну, почему я такой чеслый ебаный Ну, почему мне кажется Что обнова хуйня почему-то Ну, типа Ну, как она не хуйня Просто в игре сейчас дохуя актива И так, типа, его дохуя Вот сейчас его дохуя По идее, какие-то приколы внесут И, ну, актива по-любому еще больше станет Но не так много, как могло бы Если бы, допустим, ранги добавили Но они могли специально Типа не добавить ранги Потому что и так Сейчас активы дохуя Они могли такие подумать Ага Нахуя нам сейчас все сразу добавлять Пиздатые, типа А потом что мы, типа, будем добавлять им Вот, они могут, например Новые ранги добавить В следующем патче Например, обновы, да Если вам не зайдет То мы что-нибудь поменяем То есть они жестко отталкиваются От мнений игроков А поймут ли игроки Большинство то, что им нужны Новые ранги Просто мне кажется Многие не понимают То, что новые ранги им нужны Они не понимают То, что если изменить систему Типа Если сделать, допустим Ранги до 2000 То, что чилы апнут Намного больше общих кубков Пройдут по-любому Все до конца трофейку Начнут апать 35 ранги Вот, хвастаться в школе То, что апнули сами 35 ранг Вот, начнут апать Еще больше А кто давно уже апнул 35 ранги Просто вот в СНГ, например Вот Гарда Он апнул всех на 35 ранг Еще это было в году Наверное, в 2020 Типа это было в 2020 году Когда игрок из СНГ Апнул всех на 35 Вот А сейчас вот Давайте вот так Сейчас посмотрим А, у меня же экран врублен Ладно, короче Все, эту хуйню я оффаю